Рядом с пешеходным переходом в Постниковом овраге художники-волонтеры наносят трафаретные рисунки, напоминающие о правилах дорожного движения при переходе улицы. Велосипедист обязан спешиться, взрослый должен взять за руку ребенка, снять наушники и не разговаривать по телефону. Такая арт-шпаргалка пришлась самарцам по душе. Они важны, главное, чтобы их люди видели. Они шли в наушниках или в телефонах и не видели. А так да. Хоть подсказка и оказалась под ногами пешеходов, но некоторые на нее не обращают никакого внимания и все равно нарушают правила дорожного движения при переходе улицы. Велосипедисты не переходят, а переезжают пешеходный переход. Дети не идут за руку с родителями, а родители бесконечно смотрят в сотовые телефоны. Внимательные самарцы предложили отредактировать арт-объект, чтобы рассеянные пешеходы его увидели. Здесь неправильная последовательность, потому что сейчас все сидят в телефонах и я бы поставил это на первое место или, наверное, посередине еще бы обвел бы красным цветом. И детей бы я тоже поставил бы на первое место, потому что дети – это главное. То есть я полностью согласен. И надо выделять, конечно, другим цветом, потому что белый цвет, он такой обычный. То есть красным цветом либо делать как-то разноцветно. Но делать надо обязательно. То есть идея очень хорошая. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы. Одна из задач – повышение права сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия. Не стало исключением и это лето. Беседы в школах, в дошкольных учреждениях, беседы в парках города, во дворах. Мы развешиваем листовки, где родители могут ознакомиться с правилами дорожного движения, о напоминаниях правил дорожного движения родителям. Летом у нас проходило мероприятие «Безопасное колесо», где дети на практике на велосипедах показывали, как они умеют ездить. Они отвечали на вопросы, связанные с правилами дорожного движения, отвечали на вопросы по оказанию первой медицинской помощи. Организатор акции планирует нарисовать арт-шпаргалки по безопасности дорожного движения перед всеми зебрами и приглашают неравнодушных горожан присоединиться. Сначала прокатиться по центральным улицам Самары, затем и по всем пешеходным переходам города. В ГИБДД надеются, что и эта дополнительная просветительская мера позволит снизить аварийность, травматизм и гибель людей при переходе улиц. Ведь только в Самаре за 8 месяцев этого года произошло 87 ДТП с детьми. 95 подростков пострадали. По сравнению с прошлым годом произошло снижение несчастных случаев на городских улицах и во дворах. Благодаря реализуемой муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы.